Этот ролик в помощь родителям, дети которых выходят из заболеваний. И всегда любое заболевание, которое дано у ребенка, оно дано для того, чтобы родитель изменился. Для того, чтобы родитель стал другим, чтобы изменилась его реакция, его отношение, изменилось его восприятие жизни. И зачастую, чтобы он хотя бы начал чувствовать эту жизнь, хотя бы почувствовал вот этот окружающий мир. И пришел к осознаванию того, что этот мир формируется у него внутри. И на самом деле это достаточно объемный процесс, который рассчитан во времени на всю жизнь, когда у ребенка неизлечимое заболевание. И вот представляете, ваш ребенок болеет аутизмом всю жизнь, и всю жизнь вы меняетесь. И теперь вот эту всю жизнь надо перепрожить, переосознать, переосмыслить и изменить за короткий промежуток времени. Месяц, два, три, год, два. У кого как получается, дорогу осилит идущий. И это работа родителя над собой. И здесь есть свои подводные камни. Вот казалось бы, уже дверь открыта, уже иди в здоровую жизнь. И человек ходит через эту дверь туда-сюда, туда-сюда. И его акцент смещен на то, что он работает, работает, работает. Он занимается самопроработками. Он углубляется в поиски в себе злости, негатива, вины, обиды и так далее. Это надо делать, это вызывает осознание. Но в то же самое время получается, родитель вместо того, чтобы идти в игру «Здоровая жизнь», выходит в игру «Я прорабатываю себя». И так устроена симуляция. Одна игра плавно подменяется другой игрой. И снова подменяется третий. Пошел-пошел процесс. И зачастую эти игры совмещаются в себе, как матрешка. Задача при выходе из заболевания ребенка и родителя, и взрослого человека, болеющего, в принципе, та же самая. Задача закончить одну игру, завершить и начать другую. Понимаете разницу? Не навернуть одну игру на другую. Я болею, потому что мне надо внимание. И я тогда буду ходить к остеопату, еще к кому-то, к врачу и так далее. И все уделяют мне внимание, и мне хорошо. И я вроде поправляюсь, но я снова болею, и я снова себя прорабатываю, я становлюсь лучше, я хожу еще к специалисту. И пошел. Это целая игра, длиной в жизнь. Вот для того, чтобы любую игру закончить, надо ее отпустить с благодарностью. Осознать, поблагодарить и отпустить. Любая игра завершается через благодарность. Но эта благодарность не на словах. Это ваше осознавание, насколько вы в глубине души благодарны тому, что это произошло с вами, и как вы изменились за это время. И тогда игра завершается, и вы тогда создаете новую игру, и тогда не создается матрешка. Каким образом этого достичь? Через практики. Мой совет вот такой, из личного опыта. Практика зеркала, она синхронизирует вас с собой. Она синхронизирует ваше засеркалье с вашей реальностью, ваше подсознание с вашим проявленным миром. И вы можете тогда наблюдать себя со стороны. Поэтому практика зеркала у вас идет постоянно. И к практике зеркала добавить счастливое состояние. Просто пребывание в счастье. В счастье и к благодарности к себе и к Богу, к проявленному миру. И в этих состояниях, когда что-то мешает вашему счастью, например, здесь вы разозлились, это выбило вас из счастья, значит, вы пронаблюдали эту злость, легализовали, или выписали через анкеты осознания и так далее. То есть не выгоняйтесь за злостью и откапывайте ее в себе. Если вы будете просто лазить в себя и рыть эту злость, вы ее нароете бесконечное количество. Я объясняла, как устроены воронки, и через воронки вы будете еще злость папуасов Новой Гвинеи прорабатывать. Не надо этого делать. Вы пребываете в состоянии счастья. И в состоянии счастья то, что вам мешает, осознали, осознанно завершили, поблагодарили, удалили, закрыли игру и создали новую игру. И вот здесь получается следующей практикой, то есть у нас уже есть зеркало, уже есть легализация либо анкеты, и следующая часть, обязательная, это написание своего будущего. Потому что те люди, с кем мы работаем, мы всегда даем мольберт и бумагу. Пишите, пишите счастье, пишите другую жизнь, пишите успех, пишите финансы, пишите реализацию, все пишите то, что дарит вам счастье. И вместо этого человек от ума плетет какую-то отсебятину. Я хочу дом для бабушки, машину для мужа, еще там что-то. А вы где? А вы там где? А ваше счастье где? Вы можете написать что-то действительно искренне для себя. Не для своего ребенка, не для своей собачки, не для своей мамы и дядюшки. Для себя, любимого. И это надо сделать так, чтобы шло от сердца, что действительно вам по кайфу. И здесь получается, вот эта задача одна из сложных. Сперва барабанит ум. Он кидает всякую ерунду, да. Хотя эта ерунда тоже исполняется, но она не дарит вам счастье. Счастье дарит только то, что идет от сердца. И вот когда вы начинаете уже это дело осознавать, тогда получается, что да, один из очень важных моментов, ваше окружение, которое рядом с вами, чтобы рядом был действительно любимый человек, и вы его чувствовали. Именно чувства дарят нам счастье. Чтобы рядом были дети, и вы их чувствовали. И эти чувства дарят вам счастье. Чтобы у вас была реализация, и вы ее чувствовали, и вы ловили кайф от нее. И здесь практика «100 глаголов в помощь». И помните, дорогу осилит идущий. Практику «100 глаголов» сделали редкие люди, потому что они просто... Человек такой, существо, которое просто ленится. И только сильный человек действительно делает эту практику, очень быстро находит, чем ему в жизни заниматься. И у него действительно начинается везение, пруха, успех и так далее. То, что дарит человеку возможность двигаться дальше в любви и счастье. Итак, господа. Ну вот это основной сценарий. Вы завершаете одну игру и начинаете свою игру. Свою игру в счастливое будущее. Свою игру в то, что вы реализуетесь, проявляетесь. Вы светите, ваша душа наполнена светом. И таким образом вот этот вот свет вы возвращаете в свою душу. И таким образом вы возвращаете в себя Бога. Того Бога, который вы вынесли куда-то на солнышко. На солнышко ввиду представлений об объективности этого мира. Субтитры создавал DimaTorzok